Это снова программа Детко-3. Еще раз добрый вечер, приветствуем аудиторию телеканала Дождь. Мы вскользь упоминали о тех каких-то законодательных инициативах, которые прозвучали за эти 10 безумных дней Нового года. И одна из них появилась на днях. Это предложение сенаторов Совета Федерации, Российской Федерации, создать закон о волонтерах. Эта тема обсуждалась на протяжении прошлого года. Были даже какие-то слушания в общественной палате с привлечением различных волонтеров, где они высказывали свое мнение. Из-за того документа, который предполагается принять сейчас, издается ощущение, что те предложения, которые тогда звучали в общественной палате, никем восприняты не были. Так это или нет, мы сейчас поговорим с нашими гостями в студии. Это Григорий Сергеев. Добрый вечер. Здравствуйте. — Координатор поискового отряда «Лизалерт». Сейчас к нам присоединится еще один координатор поискового отряда «Лизалерта» — Ирина Воробьева, наша коллега журналистка «Эх Москвы». Но пока, Григорий, первый вопрос к вам. Вы же наверняка читали то, что сейчас писали в прессе о том, как это все будет выглядеть. — Какие ощущения? — Ну, собственно, у нас никак не меняется позиция с момента первых предложений закона. Он не нужен ни в какой форме. Само обижение добровольческое в России достаточно молодое и отлично себя самостоятельно регулирует. И там, где появляется там, где не справляется государство, соответственно, государство пытается урегулировать тех людей, которые там заменяют его. — То есть получается тройная работа какая-то. — А чем это может навредить? — Ну, например, там для нашей деятельности мы занимаемся поисками в природной среде, в городе. — Поисками пропавших людей. — Да, поисками пропавших людей. В некоторых случаях положение вот этого закона, который сейчас появится, они просто блокируют нашу работу, делают ее вообще невозможным. — Каким образом? — Ну, предположим, там есть смешные вещи. Например, если вы одеваете форму какую-то... — В смысле, типа камуфляж или что-то? — В смысле одежды, на которой написан какой-нибудь там логотип Лиза Алир, предположим, да? Что можно назвать формой, любую одежду? — То вы должны с каждым волонтером, организация должна заключать договор. Но Лиза Алир, например, не является никакой организацией. То есть это движение, это сообщество людей, это поисковый отряд, но у нас нет никакого юридического там наименования, мы никуда не бегали, ни в Минюст, ничего. И вот любая бумага, она очень замедляет нашу деятельность, вообще любая. А когда речь идет о жизни людей, как можно как-то замедляться? — А что вы будете делать в случае, если законопроект будет принят в таком виде? — Будем не волонтерами, а будем поисковиками. — То есть вы не планируете регистрировать это действительно как? — Ну, любое движение с бюрократией, с появлением каких-то печатей, росписей, бумажек, бумажек, бумажек — это замедление. И потеря смысла таким образом. То есть для волонтеров нет нужды ни в каком регулировании, они прекрасно справляются самостоятельно. И будь то область, в которой там занимается доктор Лиза, или люди, которые ездят по детским домам, что-то им привозят, им совсем не надо, чтобы добрые ребята из Совета Федерации написали им целую бумагу. Там вот, например, есть замечательный такой термин — «Обязанности добровольца». Доброволец и обязанность. У него появились обязанности, теперь он должен. — Добрый. — К нам присоединяется Ирина Воробьева. — Смотрите, но ведь в законе прописано, что необязательно регистрироваться. Что это там написано, да. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Привет. — Я так понимаю, что Ирина Воробьева, поскольку она пришла сюда, к нам сюда с текстом законной, сейчас расскажет про все какие-то... — Да нет, ну, слушайте, там, на самом деле, там говорить можно много о чем, но можно сделать вот так вот, просто вот так вот, и все. — Почему? — И говорить не о чем совершенно, потому что вот эта вот стопочка бумажек, которая подготовила Совет Федерации, она просто не нужна. — Почему? — То есть вот, ну, просто... — Она, может быть, не нужна вам, и вам будет мешать, но она будет, судя по всему. — Ну, я все-таки рассчитываю на то, что не будет. Я понимаю, что я, наверное, излишне наивна, и, наверное, недооцениваю наш бешеный принтер, но не нужна эта бумажка, господа депутаты и сенаторы. — Мне кажется, это уже сейчас прозвучало, это сейчас прозвучало как просьба уже. — Нет, ну... — Не нужна точка, нам не нужны господа сенаторы и депутаты. — Почему не нужна? — Почему не нужна? — И, с одной стороны, а во-вторых, зачем они этим сенатами заниматься вдруг? — Ну, вообще, на самом деле, то, что государство сейчас пытается делать с волонтерами, это неприлично. Ну, просто неприлично, потому что, значит, вот волонтеры, которые заполняют себе пробелы в том, что делает государство, где государство проваливается. Волонтеры приходят, помогают, спасают, делают, работают. Ну, в том числе, да. А потом государство говорит, не, ребята, так не пойдет, потому что мы не хотим, чтобы вы рассказывали о том, что мы бездействуем. Мы не хотим, чтобы вы говорили о том, что в Крымске плохо. Мы не хотим, чтобы вы говорили, что полиция не работает на поиске. Мы этого всего не хотим, поэтому мы напишем закон. И в законе, кстати говоря, напишем, что если вы, волонтеры, работаете в какой-то ситуации, вы не имеете права об этом говорить. Здесь есть это? — Да. — То есть, я сейчас его найду. Я сейчас найду и зачитаю вам, что имеет право и не имеет права волонтер. Он же доброволец, спасибо, что объединили. — То есть, они не боятся конкурент с таким образом? — Нет, им не с кем конкурировать, они ничего не делают. — Нет, а в чём тогда смысл? — Нет, они боятся не просто критики, они боятся того, что всплывают огромные пласты бездействия. — Ну вот смотрите. Пункт 4. Доброволец-волонтер обязан соблюдать конфиденциальность информации, которой доброволец-волонтер имеет доступ в процессе добровольческой волонтерской деятельности. — То есть, например, ты узнал, что сотрудник полиции вместо того, чтобы искать, если говорить право визуалит, искать кого-то, сидел и смотрел «Фабрику звёзд 9». — Я об этом пишу у себя в Твиттере, что я вот сейчас пришла. — И нарушают закон. — Да, и сразу же мне такие, опа, осуществляла. А вот этот участковый, который у вас не принимал заявление, говорит, что это конфиденциальная информация. Всё. — Ну да, или, скажем, условия ЧЧС, там как в Крымске было, то, что там людям было негде мыться, но это нормально, это вполне попадает в те же рамки. Нельзя говорить. А предположим, вы... — Закон вступил, да? — Да. — Закон вступил в силу. — А вы не регистрируетесь... — Ну, условно говоря, как правозащитная организация, которая заявила, что не будет себя называть иностранными агентами и, по сути, саботирует закон. Так же вы саботируете этот закон. Что произойдёт тогда с вами? — Ну, с нами не произойдёт ничего, потому что, как мы сегодня уже разговаривали, в лесу, там, где мы занимаемся поиском, действует только закон о природе, слава богу. И это нам будет некоторым образом помогать, мне кажется. — На самом деле, ну, можно поставить в безумные рамки, запретить огромное количество деятельности людей и задушить на корню спасение каких-то граждан, прекратить давать шанс каким-то умирающим больным и успокоиться на том, что можно продолжать сидеть ровно в красивом кабинете, ездить там с мигалкой, со своей... — Не, ну, понятно, но всё-таки, там, в случае с теми же самыми НКО и иностранными агентами, там, насколько вам, будет штраф, если они... — Да, здесь не предусмотрены санкции. — Здесь вообще безусловно закон. — Это не рекомендательное, скорее всего. — Это не рекомендательное, это регулирующая история. То есть появятся чиновники, появятся новые кабинеты, новые должности, аппараты, распилы, бюджеты и прочее, прочее, прочее. Вот это здесь всё есть. Да, там нету санкций за неисполнение этого закона, но, на самом деле, я тоже не думаю, что нам это как-то... — Там есть много отсылок к другим нормам. — Да, к федеральным законам, что вы обязаны действовать в рамках там... — А смысл в том, что... — Почему мы говорим, что эта штука не нужна? — Потому что законодательство всё регулирует, вообще всё регулирует. Вся деятельность, которая происходит, там, она либо там в гражданском кодексе, либо там что-то украл в уголовном кодексе и так далее. — Зачем делать вот эту штуку? Ну, только исключительно для того, чтобы ограничить свободу людей, которые приносят добро. Ну, смысл. Ну, смысл очевиден, на самом деле. — Слушайте, вот если говорить про то, чем конкретно вы занимаетесь, про лизуалерты и поиск людей, насколько вы часто сталкиваетесь с этим самым бездействием со стороны каких-то официальных органов власти? Это норма бездействия? — А как про это можно говорить? — Сегодня женщина когда у нас пропала? — Третьего января. — Третьего пропала. Сегодня, благодаря, там, активному вмешательству, там, Пятого РЧа в городе Москвы, милиция начала работать. Сегодня. — Спустя неделю, получается. — Да, да. Но это пришли специалисты, их в Москве мало, но вот они есть, они пришли, начали работать. Для этого никто ничего не делал. Мы до сих пор не знаем там ни про, где ее телефон, ну, никаких действий. В течение новогодних праздников мы очень долго умоляли милицию в Брянской области задержать очевидного убийцу девочки. Ну, все было прозрачно, и все было понятно. Потребовалось несколько дней, потребовалось страшное ругань, и в итоге, как только его привели в кабинет, он сразу рассказал, где тело и так далее. Никто ничего не делает. — А как они поотносятся к вам? — Спасибо.